Всем привет! И сегодня в этом видео я хотела бы вас познакомить с основными терминами, которые должен знать любой диджитов художник. Потому что с развитием интернета многие художники объединились на различных интернет-площадках, например, на таких как тот же ArtStation. Так как универсальным языком признан именно английский, то и неудивительно, что именно большинство терминов вышло именно из этого языка. Например, я, когда только начала работать на графическом планшете, я, естественно, начала смотреть различные видеоуроки, читать какие-то форумы. И я столкнулась с тем, что было много терминов, которые мне были незнакомы, потому что большинство из них как раз используют именно диджитов художники. Ну а прежде чем мы приступим к рассмотру, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы в дальнейшем не пропускать новые видео. Блюр. С английского оно переводится как «размытие» и обозначает художественный прием, который заключается в размытии каких-либо объектов на своем рисунке. Deadline. С английского переводится как «мертвая линия», то есть это определенный срок, которому должна быть выполнена ваша работа. Digital или Digital Art, это переводится как «цифровое искусство», то есть это те работы, которые выполнены с помощью графических редакций, например, с помощью той же мышки или графического планшета. Драфт. Проще говоря, это набросок, который грубый, без каких-либо талий. То есть это один из самых первых этапов работы, то есть где идет поиск формы объекта, его пропорции и структуры. Дудл. С английского переводится как «чиркать», то есть это рисунки, которые выполнены очень быстро, где это даже может быть не очень аккуратно. И у Дудла нет какой-то продуманной сюжетной композиции. Все объекты на рисунке, они располагаются хаотично. И как раз такие рисунки очень хорошо развивают фантазию. Кстати, у Дудла они также хорошо покупаются на стоках. Оверпейнт. И она обозначает перерисовку, то есть полного вашего арта или только какой-то его части, поверх вашей иллюстрации или вашего скетча каким-либо другим иллюстратором. Допустим, вы рисуете какую-то иллюстрацию, и вы просили, например, вашего друга или какого-то знакомого важно указать на свои ошибки. И как раз те исправления, которые будут наложены верхним слоем поверх вашего изображения, они как раз и будут считаться оверпейнтом. И также иногда замеченную какую-то обводку или рисунок поверх фотографии тоже иногда называют оверпейном. Пресет. Референс. Прямо мои преподаватели в коем-нибудь любили заменять это слово спором аналогов. Референс – это вспомогательный рисунок или фотография, на которую художник опирается в процессе работы, чтобы точнее передать детали на своей работе, получить какую-то дополнительную информацию и почерпнуть идеи для своих работ. Далее. Традиционал или традишка. С английского переводится как традиционный. То есть это арт, созданный традиционными материалами. То есть не с помощью компьютера, с помощью графического планшета, а на бумаге, например, карандашом, маслом или... Туториал. С английского переводится как обучение или учебное пособие. Это поэтапное объяснение какого-либо материала. Туториалы бывают текстовые, графические и видео. Но самыми популярными считаются именно графические туториалы для художников, потому что там наглядно расписано, что и как рисовать. Коллаб. С английского коллаборейшн это переводится как совместная работа. Это арт, сделанный совместно с другим художником. Поехали дальше. Комиссионы. Это когда вы рисуете рисунок не просто так, а рисуете его за деньги. Для краски художественной работы, которая выполнена как раз уже не за деньги, как комиссион, а наоборот, то есть бесплатно, либо по какой-либо договоренности. Лайн. Это аккуратный рисунок, который выполнен только с помощью линий, без каких-либо теней. Прочем говоря, это просто линейный рисунок. Скетч. Это тот же самый набросок или эскиз. Шейдинг. Это процесс наложения теней на вашу работу или уже готовая работа с тенями. То есть если лайн это работа без теней, то шейдинг это уже следующий этап, где на рисунок уже наносится объем. Скил. Скил. Это ваш навык, умение, мастерство. Ну вот и все. Это были основные термины. Если вдруг я что-то упустила, обязательно напишите внизу в комментариях. Ну и также, конечно же, напишите, какими терминами вы были знакомы или вдруг вы что-то узнали наоборот новое. Ну и конечно же, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Ну и также вступайте в мою группу ВКонтакте. Всем пока-пока!